Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, вроде бы, как казалось, отдохнувшая после празднования Нового Года, потому что, ну, Новый Год же вроде бы, всё же хорошо, да? Да, да, нет, Даша умудрилась выздороветь вроде бы, потому что, когда я последний раз вещала вам, у меня был севший, охрипший просто голос, который еле-еле вообще я смогла вытащить на новогодних праздников, потому что я была у друзей, пила у них либо чай, либо простую, но тёплую воду, и я смогла выздороветь, но только Даша выздоровела, она опять сидит с заложенным носом. Ну, вот, вот так вот, вот так вот, причём, ну, как бы, это предсказуемая, это непредсказуемая болезнь, этот мой задолженный нос, но, неладно. В сегодняшнем видео я, значит, видео у нас называется спойлер, и о чём же он? Я не зря просто так стою у новой породы, которая вышла последняя сама Клейдес Дали, вроде бы правильно сказала, до сих пор не выучила, но, ладно, вы меня простите. Потому что, спойлер о том, что выйдет ещё три масти, нет, выйдет ещё четыре, но одна из этих мастей, да, я имею в виду именно вот, вот эту масть, она высветилась на экране у вас, Я про неё уже говорила в одном из спойлеров, я эту масть очень сильно, кстати, хочу... А, нет, нет, простите, я вам спойлеры на эти масти вроде бы не снимала, да, извиняюсь. В общем, эту лошадь ещё можно было бы заспойлерить в предыдущем видео про спойлеры, но я не успела его снять, потому что у меня не было времени. Ну, в общем, у нас должна будет выйти вот эта вот масть, она уже давно заспойлерена, я эту масть жду очень сильно, я её хочу. Вот. Но недавно я узнала, что выйдет ещё вот три новые масти этих шикарных, да, вот этих шикарных тяжеловозиков. Выйдет у нас, значит, вот такой вот непонятно, то ли рыжий, то ли серый. Я не знаю, как эту масть называть. И да, ребят, не надо сразу бросаться тапками разработчиков, потому что вы все знаете, что когда выходят самые первые спойлеры, это значит, что модельки вообще ещё не доработаны. То есть у них может поменяться цвет грива, у них может поменяться немножечко масть, так что не смотрите на этих лошадок с мыслями, фу, какой отстой, я точно даже на них смотреть не буду. Не надо, не надо, мы знаем, что потом вы даже можете чуть ли не не купить одну из этих лошадей. Так вот, потом выйдет ещё вот эта вот лошадь, она просто шикарная, она, в принципе, аналог той лошади, которая стоит у меня сейчас за спиной, по масти я имею в виду, но только эта чёрная-белая масть. Когда я её увидела, у меня первая мысль в голове была, что какая милая коровка. Ой, это просто очень классно. Такая милая лошадка, на самом деле, коровочка такая. Я вот на ней, я задумалась, заговариваюсь после новогодних праздников, я не пила, я не пьющая. В общем, я задумывалась над покупкой этой масти, но не знаю, потому что всё-таки как-то пегих лошадей я больше люблю, ну, другого типажа пятен, вот, и у меня эти лошади уже в конюшне есть, пеги. Насчёт вот этих тяжеловозов пегих, ну, не знаю, может быть, когда-нибудь мне как бы захочется, и я куплю их. Так, потом нам добавят ещё вот этого красавца. Ребят, когда я его увидела, я вспомнила лошадь Бель из «Красавица и чудовище». И вот, когда я его только увидела, у меня немножечко загорелась душа насчёт его покупки, потому что «Красавица и чудовище» — это мой самый любимый диснейский мультик, анимация, музыка, ой, песни, вообще так вообще слёзы от счастья. Так что я не знаю. Мне кажется, я куплю себе, вот точно, вот, вот, первую вот эту, которую я показала вам, вставила сюда, и вот, может быть, пегово, и, ну, посмотрим, как будет выглядеть в самой игрушке, скажем так, конь Бель. Я его буду называть так, потому что он мне лично напоминает коня Бель. Вот, простите, простите, может быть, даже вот сейчас вставлю вам для сравнения. Так, из-за этого вроде бы всё, больше никаких спойлеров нет. «Манеж» нам уже, спойлеры, кстати, да, тоже показывали «Манеж», да, причём уже куча раз, уже как-то несколько месяцев назад, если не полгода, нам показывали новый «Манеж», что на несколько недель назад появился спойлер, что можно будет, как бы, перед тем, как купить лошадь, можно будет попробовать на ней поездить, и как бы там вот как раз новый «Манеж». Ну, а новый «Манеж», ну, нет смысла разработчикам вставлять какой-то новый «Манеж» для пробы езды лошади, если, в принципе, можно просто вставить во всю игрушку новый «Манеж», да и пора бы уже. Так что мы всё-таки надеемся, что в скором времени «Манеж» у нас хоть какой-нибудь новый будет, потому что «Манеж» является частью же «Серебряной поляны», а Розова писали, что в дальнейшем мы будем обновлять постройки в «Серебряной поляне». Ну, а «Серебряная поляна», ребята, она же вот, 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 вот этот весь остров, вот этот островочек. А «Манежек» вот, вот тут, вот так что ожидаем, ожидаем. Так, ну, может быть, есть ещё какие-то спойлеры, но я их не находила, потому что после Нового года у меня не было, если честно, никакого, никаких, никакого желания, в принципе, и даже сил, да и возможностей тоже, чтобы сидеть и искать, конкретно копаться в интернете, чтобы найти хоть какие-то спойлеры. Я спойлеры показываю те, которые у меня случайно оказываются перед глазами, я их случайно нахожу, они у меня случайно высвечиваются, и я вот начинаю делиться ими с вами. Так что, пишите ваши комментарии, как вы думаете, как вам вообще вот эти масти недоработанные, хотите ли вы в будущем купить одну из этих ожидаемых мастей, ждёте ли вы обновления «Манежа», так что я вот очень-очень сильно просто жду обновления «Манежа». Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, не забывайте тренировать ваших лошадок, чистить, а также угощать их морковкой. С вами была я, Даналия, но сегодня так вышло, что я без лошади, так что всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео.